Готов к труду и обороне. В школе номер 4 завершается неделя ГТО. Свою полную спортивную готовность уже доказали более 300 учеников. И это только начало массового спорта, уверяют организаторы мероприятия «Спортивная школа труд». С подробностями Любовь Пермякова. 9-летний Алексей Сафонов сдаёт нормы ГТО. Кроме отжимания, в состав комплекса входят бег на разные дистанции, прыжки, прессы, подтягивания. А почему сдаёшь ГТО? Для чего тебе это нужно? Ну, не знаю, чтобы сдать ГТО. Чтобы готовиться к труду и обороне. Желающих сдать нормы ГТО в 4-й школе много. Некоторые ученики приходят целыми классами. Много одноклассников твоих пришло сегодня сдавать ГТО? Все. Вот это все. А вы все-таки спортсмены физкультуру любите? Угу. А почему? Просто любим физру. Некоторые, наверное. Но я её просто обожаю. Самый лёгкий пресс был прыжок с места длины. Сколько раз сделала пресс? 40. А прыжок в длину 155. Проверить себя на прочность. И как проверила на прочность? Тяжело? Что пришлось сдавать? Ну, бога не веря, ещё ничего не пришлось. Тяжело сдавать. Возможность проверить себя на прочность ребятам предоставила спортивная школа труд, которая в округе является региональным оператором федерального комплекса ГТО. Кстати, его могут сдать не только ученики, но и все желающие, вне зависимости от возраста. Самые старшие у нас были в Красном. Вот в том году они получили знаки в Красном. То есть это уже с 60 с чем-то лет там были. Самые молодые были маленькие. Это у нас детский сад. Это всё у нас более-менее раскручиво. Только вот сейчас. То есть поначалу люди не понимали, потому что это давно забытое старое ГТО. Поэтому сейчас для них может быть что-то новое. Но они уже более активно сейчас идут. Вот даже раньше нам было проще работать со школами. А сейчас само население приходит к нам в центр тестирования, в спортивную школу труд. И пишут обычную форму заявления. И мы специалисты школы, они принимают у них тесты. Вообще нормативы ГТО разделены по степени сложности на три типа. Соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаку. Кстати, такой значок может стать решающим бонусом при поступлении в УЗы. У нас уже был случай. Был случай с обучающимся третьей школой. То есть ребята поступали. И получается, что ребята поступали. И у них ровное количество баллов при университете. И у одного, получается, был знак, у другого знака не было. Соответственно, он получил плюс и он попал в университет. Это уже был случай. А ещё студенты с такими знаками могут претендовать на повышенную академическую стипендию. Любовь Пермякова, Олень Шишелов, Телеканал «Север».